Сегодня я расскажу вам, как при помощи доски DGT и Borg Bluetooth можно играть на популярном сервере DHS. При этом нам понадобится непосредственно доска DGT, какое-то устройство с на базе представленной системы Android, планшет или телефон, поскольку приложение ACD и DHS существует пока только для iOS Android. Разработчик обещает, что в четвертом портале у нас будет появляться приложение для iOS, но пока мы имеем только версию для Android. Существует еще некоторое решение, которое сейчас находится в стадии разработки, которое позволяет синхронизировать и интегрировать доску DGT с Ческом или Чесом, но на сегодняшний день они все находятся на очень ранних стадиях, это или архитестирование, или еще что-то. Все эти продукты некоммерческие и развиваются очень медленно. Поэтому ACD и DHS – это единственное решение, которое на сегодняшний день существует. Наверное, бессмысленно говорить о том, зачем это нужно и почему это так круто. Основная причина, на мой взгляд, стоит в том, что многие игроки сейчас имеют большой опыт игры в виртуальные шахтматы на различных популярных серверах, однако, когда они приходят на оффлайн-турниры, они обнаруживают, что их восприятие позиции, его опыта оценки позиции, когда лечить на DGT, существенно страдает. И именно такое сочетание, игра с помощью DGT на онлайн-серверах, позволяет эту проблему нивелировать. Поэтому это, наверное, просто потрясающая штука. Так вот, заходим в ACD и DHS, в меню мы видим иконку DGT и Board. Заходим сюда, здесь остановится соединение. Включаем доску, нажатием на кнопку. С левой стороны загорается зеленый огонек. Ну что ж, попробуем соединиться. Ладно, получилось. Так вот, также в этом приложении мы видим уровень заряды доски. И вот здесь вот сказано, что она еще поработает 13,5 часов. Я думаю, что для этого видео хватит. И теперь, представляя фигуры на доске, мы обнаруживаем, что положение в программе тоже меняется. Это очень круто. Так, теперь для начала я включу игру с движком, чтобы показать вам, как происходит контроль позиции фигуры в программе. Сейчас специально поменяем листами короля и королеву у белых. Так, новая игра. Берем любой деньжок, поехали. Очень важное свойство этой программы состоит в том, что она не просто сообщает о ходах соперника и фиксирует наши собственные ходы, но она в реально время контролирует правильность положения всех фигур на доске. Соответственно, исключена ситуация, когда вы неправильно поставите фигуру не так, как походил соперник. И программа это проигнорирование такого не будет. Вы не сможете сделать следующий ход, если вы неправильно поставили фигуру. Ну вот смотрите. Соперник проходил Е3. И обратите внимание... Да, естественно, я проходил Е3, потому что у меня происходило. Возле короля, королевы и вот этих двух центральных пешек. Теперь, допустим, сделаем вход за черный. Обратите внимание, мы опять видим исцезательный знак. На самом деле, этот ход не отправился. То есть, если мы сейчас играем соперником, он будет не отправиться на сервер, потому что положение фигур на момент совершения этого хода не соответствовало истинному. Так вот, что нам сейчас нужно сделать? Нам нужно менять положение фигур. Да, исцезательный знак, короля и королевы исчезли. И вот после того, как мы исправили положение всех фигур, игра продолжилась. Итак, теперь давайте посмотрим, как пройдет игра своими соперниками. Да, вы сейчас слышите take back, то есть программа фиксирует даже возврат хода. Поехали. Окей. Новая игра. Онлайн. И... 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 Давайте теперь я неправильно поставлю фигуру. Видите, появился осуществительный знак и характерный звук. Представляю фигуру направлено на место. В общем, вы поняли, спасибо большое за внимание, рекомендую сочетание девайсов, потому что оно будет получить огромное удовольствие от игры. Спасибо, до свидания.